Коронавирус в Беларуси не примет масштабы эпидемии, если количество зараженных будет подсчитывать Лидия Ермошина. Так белорусы шутят, а сейчас поговорим серьезно. Привет, я Эмира. Я расскажу вам про то, как будет проходить международное наблюдение за выборами в Беларуси в условиях пандемии. А скорее всего никак. Выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Скоро, реально скоро. 15 июля Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что не приедет, так как не получила приглашение. А к этому времени уже прошли ключевые этапы электорального процесса, такие как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. Тогда я ставлю на голосование вопрос, кто за то, чтобы отказать в регистрации кандидатом президента Бабарыка Виктора Дмитриевича. Прошу проголосовать, кто за. И вот в тот же день уполномоченные органы Беларуси отправили приглашение международным наблюдателям. А все уже поздно, раньше надо было. И МИД и ЦИК заявляли, что вопрос приглашения международных наблюдателей зависел от эпидемиологической ситуации. Однако это оправдание вызывает сомнения. Так как на конец июня 51 государство было исключено из списка, граждане которых по приезду должны соблюдать самоизоляцию 14 дней. 43 из них – это государство ОБСЕ. То есть руководство Беларуси уже признало присутствие граждан этих государств безопасным на нашей территории. А затягивание в приглашение международных наблюдателей с большой вероятностью носило политический, а не санитарный характер. Напомню, что все страны-участницы ОБСЕ, согласно Копенгагенскому документу 1990 года, обязаны содействовать наблюдению за выборами со стороны других стран-участниц. Так что нам остается ждать только наблюдателей из СНГ и, возможно, шанхайской организации сотрудничества, для которых, вероятно, не настолько принципиально то, что они пропустили важные этапы избирательного процесса. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.